Вот здесь, на этом месте, в центре Азии, в Кызыле, рождается Великая река. Буквально в нескольких сотнях метров от этого места сливаются малый и большой Енисей, и образуется Енисей-батюшка, на котором стоит в том числе и наш Красноярск. В общем, отсюда все и начинается. Начинается наше путешествие по Кызылу. Автомобили остались на турбазе, а все участники экстремального автопробега проехали 40 километров и прибыли в столицу Твы на автобусе, чему некоторые путешественники были даже рады. Потому что за рулем мне некогда было смотреть красиво, как говорят, посмотрите направо, как красиво, посмотрите налево, как красиво. Я только смотрела на дорогу. Вот сегодня нам организовали экскурсию на автобусе, и я уже была просто как турист, и не за рулем. И я, конечно, теперь-то поняла, что красота – это горы, степь, вот именно какая-то свобода. В Кызыле вы оказываетесь прямо в центре Азии. Совсем рядом с тем местом, где рождается Енисеус, нужна Стелла, которая подтверждает сей факт. И хотя город молодой, и стрелет ему исполнится только через два года, многие еще в начале путешествия стремились именно сюда. Я жду непосредственно Кызыл, потому что те прелести, которые описаны, о которых рассказано, мне кажется, что они превзойдут все мои ожидания. Столица Твы правда удивила. Кстати, многие спрашивают, как правильно Тува или Тыва. Последнее название с буквой «И» возникло в 1993 году после принятия Конституции Республики. А в 2001 оба варианта стали равнозначными. Между прочим, в состав Советского Союза Тува вошла только в 1944 году. В связи с этим есть один интересный исторический факт. В 1941, как и многие страны, Тува объявила войну Третьему Рейху. А в 1945 от этой республики никто никаких мирных документов не подписывал. И сами тувинцы говорят, что формально Тува находится в состоянии войны с Третьим Рейхом. Но нас интересует древнее предание этой земли. Поэтому наша главная цель – Национальный музей Республики Тыва. Здесь хранятся артефакты, заставившие ученых переписать некоторые страницы истории. А произошло вот что. В 1971 году в долине царей исследователи раскопали курган Аржан-1, который относится к 8 веку до н.э. И обнаружили, что это могила царя скифов. И она на 100 лет старше европейских захоронений. Получается, скифы пошли не из Европы, а из Азии. Но самые главные находки обнаружили, когда вскрыли второй курган. За этой бронированной дверью знаменитое золото скифов. Съемки здесь запрещены. Но нам выдал разрешение министр культуры Тывы Вячеслав Дангак. Спасибо за то, что у нас есть возможность показать уникальные кадры. Этим изделиям более двух с половиной тысяч лет. Практически все золото очень высокая проба. По современной шкале примерно 920 или 970. Все эти украшения практически полностью покрывали одежду царя и царицы скифов. К примеру, вот таких фигурок кошачьих на одном костюме было более тысячи. Это вообще-то нереально красиво. Но впечатляет, во-первых, то, что из мелких каких-то вещей, допустим, вот эти бусинки, как можно было все это сплести. Огромные изделия, да? Но это просто не верится. Это кусочек материи, украшенный золотым бисером. Так были полностью обшиты штаны царя. Чтобы их восстановить, у специалистов Эрмитажа ушло 45 дней. Дело в том, что в отверстие бисера не проходит даже конский волос. Сейчас 21 век, а скифы, как вот они все это проделывали? Кто им помогал? У них же ни технологий, ничего не было. То, что нам говорил экскурсовод, меня поразило просто. Вес монаршевого облачения был гигантским. Вот только это нашеенное украшение царя весит полтора килограмма. Все тончайшая ювелирная работа. Не раз эти изделия исследовали ювелиры. Но никто, обладая современной техникой, не смог повторить в точности узоры, манеру и технологию древних скифов. Зназаки говорят, что большинство из этих украшений без труда возьмут первую премию на любой современной ювелирной выставке. Это настолько здорово, что, наверное, теперь каждый из нас просто наберет литературу и попытается больше узнать о скифах. Интересно. Оказывается, мы свою историю совсем-совсем не знали. Ты вам? Чем больше ты не находишься, тем больше сюрпризов она подкидывает. Это источник бобры недалеко от козыла. Здесь, кстати, бобры живут, поэтому он так и называется. Это радоновый источник. Вода целебная, помогает при изобревании тулочнокишечного тракта. И даже говорят, что если пить ее всю зиму, то никакая простуда не возьмет. Раньше пресную воду называли сладкой. Такое определение будет достаточно точным для описания вкуса. Тувинцы верят, что вода из источника бобров продлевает жизнь. Кстати, о вере. В Туве потрясающим образом смешиваются буддизм и шаманизм. И одно другому не мешает. До вступления Тувы в состав Советского Союза в ней было 78 больших буддистских храмов. А потом не осталось ни одного. Снесли. Только сейчас их начинают строить заново. Шаманские обряды в СССР тоже пытались запретить. Но, несмотря на это, республика Тува осталась центром шаманизма. Это единственное место в России, где не потеряна линия преемственности между шаманами. Этот обряд называется обрядом белой дороги. Все дороги жизни, которые будут у вас впредь, будут как молоко, белое, светлое, чистое. Нам такое пожелание пригодится в нашем экстремальном путешествии. Смотрите в следующем сюжете. Мы покидаем Тыву. По дороге искупаемся в целебном озере Сватикова, в котором невозможно утонуть. И посетим знаменитый музей в Шушенском, где уже нет места политики. Редактор субтитров А.Семкин